Добрый день. Первый вопрос. Как вообще возникла идея организовать этот благотворительный проект для животных? Почему именно в поддержку приюта «Ласка»? В общем, всё с самого начала, всю историю. О «Ласке» я узнала не так давно, на самом деле, в этом году весной. И у меня был отпуск, и у меня так получилось, что несколько раз в неделю я езду туда волонтёром. И мне реально захотелось этим ребятишкам всем помочь. Но от одной меня, это мало помощи, и я решила объединить жителей нашего города. То есть ездила сама туда, увидела вот этих кошечек, собачек? Да. Изнутри всё. То есть я убирала, очистила, мыла, выгуливала. Ну, если в первый раз, вот когда приезжаешь, это жутко. Почему? Ну, жалко их. Они все в нацепи, все в клетках. И всем им нужна «Ласка» и любовь от человека. И всем нужен дом. А вот как так получилось, что ты именно попала в этот приют? Потому что, ну, не так, в смысле, наоборот, давно существует приют «Ласка», но вот парадоксально ты узнала только этой весной. Вот как так судьба вас свела? Ранее я была волонтёром в облаках, и мы кормили бездомных по воскресеньям. Да, бездомных людей. И, собственно, как бы отдачи, наверное, такой не было. Именно вот в эмоциональном плане я не почувствовала. Съездив к животным, ну, я для них как друг. Ушки прижмут, хвостиком виляют, и всё. Всё, за ушком почесал. Так, ладно, возникла идея организовать такой проект. Дальше что у нас? Какие шаги следовали? Несколько месяцев я обдумывала, что и как, и зачем, там, кого привлечь, что нужно сделать, на какую аудиторию нужно выйти. И вот несколько месяцев это всё у меня росло в голове, вот и далее я решилась. Ну вот как будет работать проект? Какую можно будет помощь оказать? Как это сделать неравнодушным жителям Барнула, которые бы тоже хотели внести лепту какую-то? Что можно пожертвовать? Он уже начал работать именно с сегодняшнего дня. Его срок на проведение две недели. Можно помочь. Это физическая, в первую очередь, помощь именно в приюте Ласка. Это материальная помощь. Еда, инвентарь, лекарства, что-то для приюта, стройматериалы. И это финансовая помощь. Все подробности у меня на страничке, можно в ВК посмотреть. И в Инстаграме также. Как участников привлекать будете? Уже привлекаю. Это рассылки по имейлу на многие предприятия нашего города. Раздаю листовки хожу. Сама, да? Да, сама раздаю листовки по магазинам, по торговым центрам. Удивительно, что люди реагируют очень адекватно и очень-таки дружелюбно. То есть есть уже какие-то отклики, да, получается? Да, уже начали за эту неделю. Вот неделя превью была. Небольшие денежные средства поступили на карту. Люди откликаются, люди спрашивают, люди пишут. Вот есть склад в районе ВДНХ, рынок ВДНХ, для материальных дарений. То есть туда можно принести еду, лекарства, да, какие-то? Да, да, но заранее созвонившись, естественно, со мной и согласовать по времени. А крупные предприятия уже какую-то помощь оказывали? Может быть, перечисляли средства какие-то? Либо крупную партию корма, например? Нет, нет. Пока еще нет. Вот в дальнейшем планируется ли проводить подобные какие-то акции? То есть вот две недели сейчас пройдет, какие-то итоги подведете, и дальше что? На этом все или это все войдет в традицию? Я думаю, что, скорее всего, что-то будет, но на данный момент у меня вся голова занята только этим проектом. Это мое первое детище, я очень сильно переживаю. То есть пока на будущее очень смутно все, да? Ну, скорее всего, что да. Кто помогает организовывать проект? Мои друзья, мои близкие люди, знакомые и родственники, они все очень меня поддерживают морально и помогают информационно также. То есть репосты, наверное? Репосты, рассылки, да, тоже. Отклики есть очень хорошие, но есть и негативные. Это какие? Зачем животные нужны такие? Там есть инвалиды просто, вот, как бы, есть уже немолодые собачки, вот. Ну, люди, которые не любят животных. То есть они против? Естественно, да. У них негатив идет. Интересно. Казалось бы, потому что благое дело, да, и все равно такая реакция негативная все равно встречается. Вот расскажи о том времени, когда ты сама была волонтером в приюте «Ласка». Может быть, какой-то котик или песик запомнился очень сильно? Вот помимо того, что все на цепи, все в клетках, всех жалко, вот кто-то, может быть, конкретный? Какой-то случай был, может, смешной или грустный, наоборот? У меня до сих пор есть любимцы там, и их много, но по истечению обстоятельств меня не было, наверное, месяца два. Я приехала, узнала о смерти одного из моих любимцев, вот. Он был молодой, но не так здоров, как бы, на цепи. Собачка, да? Да. Условия, как бы, все-таки их много, и ребята, которые там работают, ну, к сожалению, они не всем уделить могут времени. И следить за кем-то именно вовремя. А вообще, вот сколько там сейчас животных, и кто там есть, кроме там собачки, кошечки? Знаю, что лошадь была даже какое-то время. Есть две лошади, у них родился жеребенок этим летом. Есть еще коза была. Вот, ну, а так там именно по численности я, к сожалению, не смогу сказать, но несколько сотен. Там собак, несколько сотен кошек. Ну, очень население плотное, я бы сказала. Вот, наверняка, ты перед тем, как такой проект организовать, изучала опыт каких-то других регионов? Может быть, за основу взяла чью-то акцию, там, соседнего Новосибирска, или на будущее, наоборот, хотела бы вот что-то такое? Если честно, то я ничего не изучала, я все по наитию, так сказать, по своей душе. А на будущее, естественно, как бы мне хотелось бы улучшить свои знания в плане организации таких мероприятий. То есть такого пиара, да, вот можно сказать? Ну, если очень грубо, да. А сама в своей жизни сталкивалась с тем, что животное попало в беду, нужно было спасать, и вот ты это сделала непосредственно? Да, ровно год назад осенью уже было холодно, я спасла маленького таксеныша и отдала его в добрые руки через несколько дней. И этим летом я спасла котенка, и он живет теперь у меня. У тебя. А вот щенка где, как получилось, где его встретила? В подъезде или где-то? У нас просто такса, и нам звонят и говорят, это не ваша такса. Ну, естественно, как бы я побежала смотреть, ну, как бы моя была дома, но все равно жалко. Он один был, и холодно, и уже дело к ночи было, и я забрала. Ну, в завершении интервью, вот, призови жителей Барнаула, края участвовать в этой акции. Куда обращаться? Еще раз напомни, что можно сдать, какие там средства, либо лекарства, корм. Уважаемые жители города Барнаула, я прошу вас принять участие в моем проекте «Время добрых дел», поддержку бездомных животных. Всю подробную информацию вы можете найти на моей странице в ВК Тати Хмелевич. Тати, ну что ж, я желаю вам всего хорошего, желаю вам удачи в этом проекте, потому что он действительно важен, он действительно ценен и действительно благое дело. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Спасибо, Яна, большое. В Барнауле стартовал благотворительный проект «Время добрых дел» в поддержку приюта для животных «Ласка». Подробнее мы говорили с куратором проекта Тати Хмелевич. До встречи в эфире.